Всем привет, с вами Прия. Сегодня речь пойдет о трансмагрификации. Не о самой обычной, где мы просто-напросто меняем внешний вид каких-то там отдельных перчаток, поножей, шлема, плечей. Речь пойдет о легендарной трансмагрификации. Относительно недавно при введении каких-либо путешествий во времени можно было получить, например, доступ к смене клинков Азенота, конкретно у охотников на демонов. Но это все относительно узко в плане понятия трансмагрификации и доступно только одному классу. А люди очень сильно хотят бегать, например, с Ульфуросом старым или, например, с Темной Скорбью. Какие-либо кастеры хотят бегать с Терисгосой, ну а разбойники, конечно, хотят бегать с клыками отца, который дал им сам Гневион по сюжету Души Дракона. Рейд такой был во времена катаклизма. Так вот разработчики прислушались ко всему этому и выдвинули такую позицию, что мы все абсолютно сделаем, это все будет в дополнении Shadowlands. То есть как вариант к припатчу Shadowlands мы уже получим возможность трансмагрифицировать легендарные предметы абсолютно на любом классе и абсолютно на любой специализации. Это классно, это круто, но, конечно, для этого у вас должны быть легендарочки. То есть, например, Сульфурос, например, Громовая Ярость. Оу, кто-то сказал Громовая Ярость? Далее. Боевой клинок Азинота. Надо бы правой попытаться дропнуть. Темная Скорбь. Конечно же, куда без нее. Ну, она прекрасно будет смотреться в каком-нибудь Армс Варе или Фури Варе. Вы только представьте, две темные Скорби на Фури Войне. Хм, это будет действительно классно. Также, будучи воином, можно трансмагрифицировать посохи и, скорее всего, облики трансмагрификации будут распространены абсолютно на весь аккаунт. То есть, в теории, играя воином ветки неистовства, можно будет надеть на себя две Торисгосы и двумя посохами гнева Торисгосы просто-напросто мочить каких-либо мопцов и боссов. Ну, если так оно и будет, это будет выглядеть реально забавно. Но, все-таки, с темной Скорбью это будет выглядеть элегантнее. Так что, если на текущий момент у вас нету каких-то легендарочек, то, я думаю, лучше собрать их заранее, чтобы в момент выхода нового дополнения не отвлекаться на такие простейшие задания. При сборе Сульфуруса вам нужно надеяться на вашу удачу. При сборе Громовой Ярости аналогично. При сборе Клинков и Зенота также придется понадеяться на удачу. Ну, а при сборе Темной Скорби, Клыков Отца и посоха Торисгосы из Огненных Просторов нужно просто выполнять цепочки задания с целью того, чтобы просто-напросто дропать определенные итемы. Угольки, скопление элементевых элементов, либо же осколки. Желаю удачи вам в получении абсолютно всех легендарочек, которые существуют на текущий момент времени. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого, не забывайте о других видосиках в описании.